Добрый день, уважаемые телезрители! На государственном уровне разрабатывается концепция федерального закона о новой системе управления государством, начиная от муниципального уровня и до федерального. Основной смысл и сердце этой концепции в том, чтобы жители максимально участвовали в жизни своей территории. И поэтому досрочные выборы губернатора Омской области, которые синхронизированы с планами выборами в органы местного самоправления в сентябре 2015 года, это как раз реализация той концепции, которая отвечает на запрос нового времени. Это продиктовано и внутренним обустройством в стране, и уже определенной степенью зрелости, потому что были 90-е годы, они уже ушли в историю 2000-е, и сейчас новый формат управления внутри государства, и есть определенные внешние вызовы, по которым меняется модель, максимально вовлекая жителей в это управление. Поэтому у меня и предложение, и просьба максимально ответственно отнестись к выборной кампании, которая проходит, по минимуму реагировать на все эти эмоциональные заявления различных товарищей, и прагматично, именно прагматично, с делом отнестись уже к выборам в сентябре 2015 года, и прийти проголосовать как за депутатов или местного муниципального уровня, так и, конечно же, очень ответственную задачу за губернатор Омской области. Это первая тема. И вторая, как люди участвуют в жизни территории, и как они себя развивают, чтобы развивалась территория. Это тема просвещения. Причем люди старшего поколения могут и должны, я считаю, знать и компьютер, и новые принципы законодательства, и в сфере ЖКХ, и в бытовом устройстве. Потому что ведь на Западе не секрет, что пенсионеры и путешествуют, изучают историю. И это та потребность времени, которая сейчас у людей существует. Потому что если ты живешь в отрыве от реальности, от информации, то это уже несколько другая история. Но это старшее поколение, которое также должно придавать опыт и свою мудрость молодому поколению. И в этом смысле молодежь, у которой еще есть возможность написать свой жизненный сценарий, и его самое главное реализовать. Причем это может быть в сельском хозяйстве, в производстве, инжиниринг, наука, экономика. Вот есть возможность это сделать. И представьте себе, какова была бы синергия, если бы эти люди, молодые, вместе на территории реализовали свои замыслы, планы. И действительно через развитие себя, развитие дела, которым они занимаются, тем самым развивать будут территорию. Это очень хороший будет результат через 5, 10, 15, даже 50 лет. Поэтому, уважаемые телезрители, просвещение, образование — это точки опоры. И, как сказал мой учитель, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Степанович Вастрейкин, не жалей себя, учись, работай, и только тогда что-то всерьез будет получаться. Вот этого я желаю вам. Это было мое мнение, Алексей Исокин, депутат Омского городского совета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин